чтобы дети наши тоже слушали святитель Иоанн Златоуст говорит что заповедует Бог и что дьявол и какие свойства этих заповедей люди не столько привлекаются благодеяниями сколько вразумляются страхами но дивные и великие мужи и други Божии ни в чем этом не нуждаются таков был Павел, он не думал ни о Царстве Небесном, ни о Диене вот что значит любить Христа это значит не быть наемником не смотреть на благочестную жизнь как на промысл и на торговлю а быть истинно добродетельным и делать все из одной лишь любви к Богу каких же достойным и слез когда на нас лежит такая великая обязанность а мы не стараемся и как купцы приобрести Царство Небесное так много нам обещано а мы и при всем том не слушаем с чем сравнить такое ожесточение люди одержимые безумную страстью к деньгам кого бы не встретили, врагов ли или рабов или самых злых своих противников самых негодных людей коль скоро только надеются получить через них деньги решаются на все истят и услуживают и становятся рабами и считают их самыми почетными людьми лишь бы кто-нибудь что-нибудь получить от них надежда получить деньги производит то, что они ни на что не смотрят а Царство Небесное не имеет того значения у нас какое имеют деньги или лучше не имеет и одной доли того значения между тем и обещано оно не каким-нибудь обыкновенным лицом а тем, кто несравненно выше самого Царства если же и обещано Царство и дает его сам Бог то очевидно уже много значит и получить его от такого лица лицо с большой буквы здесь а у нас между тем бывает тоже как если бы Царь который после бесчисленного множества других благодеяний хочет сделать нас своими наследниками наравне с собственными сыновьями мы стали презирать а начальнику разбойников который был причиной весьма многих бед и для нас и для наших родителей который сам исполнен зла и посрамил и нашу славу и наше спасение стали поклоняться если он покажет нам хоть один обол то есть мелочь Бог обещает нам Царство и мы пренебрегаем им то есть Богом дьявол готовит нам гиену и мы почитаем его то Бог а это дьявол но посмотрим на самую разность заповедей их если бы даже ничего этого не было если бы то есть то не был Бог а этот дьявол если бы первый не уготовлял нам Царство Небесное а последний гиены огненной самого свойства их заповедей недовольно было бы для того чтобы побудить нас быть в союзе с первым то есть с Богом что же заповедует тот и другой один то что покрывает нас стыдом а другой то что делает нас славными один то что подвергает бесчисленным бедствиям и бесславию нас а другой то что доставляет великую отраду в самом деле посмотри один говорит научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим Матфея 11 глава 29 стих а другой говорит будь жесток и суров гневлив и раздражителен будь скорее зверем чем человеком посмотрим же что полезнее что благотворнее для нас но не это только имей ввиду а помышляй о том что один из них Бог а другой дьявол тогда в особенности обнаружится то что полезнее да и торжество будет больше ведь не тот заботлив кто дает повеление легкие а кто заповедует полезное и отцы дают приказания тягостные равно как и господа своим слугам но потому то именно одни из них отцы а другие господа а поработители и губители заповедуют все противное впрочем что заповеди Божии не только полезны но и доставляют удовольствие это видно из следующего каково по твоему мнению состояние человека раздражительного и человека не злобивого и кроткого не правда ли что душа последнего похожа на уединенное место где царствует великая тишина это кроткие которые смиренные а душа первого то есть раздражительного нивливого похожа на шумную площадь где страшный крик где погонщики верблюдов лошаков ослов громко кричат на проходящих чтобы их не задавить или еще не подходит не подходит ли душа последнего на городскую торговую площадь где сильный шум где одни обижают а другие терпят обиды а душа первого то есть от господа похожа на вершину горы где веет легкий ветер и куда падает чистый луч солнца откуда льются прозрачные струи потоков и где встречаешь множество прелестных цветов как на весенних лугах и в садах красующиеся растениями цветами и струящимися потоками если здесь и бывает какой звук то это звук приятный доставляющий большое удовольствие тому кто его слышит здесь или певчие птицы сидят наверху на ветвях дерев и кузнечики соловьи и ласточки стройно воспевают какие-то одни им известные концерты или тихий ветер слегка касаясь ветвей дерев часто производит звуки похожие на звук флейты или на крик лебедя или лук покрытый розами и лилиями которые склоняются друг к другу и отливают синевой представляется как бы синее море в минуту легкого волнения одним словом здесь можно найти много подобий посмотришь на розы подумаешь видишь радугу посмотришь на фиалки подумаешь видишь волнующееся море посмотришь на лилии подумаешь видишь небо и не зрением только наслаждаешься здесь при виде такого зрелища но и самим телом здесь человек по преимуществу находит для себя отраду и отдых так что скорее считает себя на небе чем на земле есть здесь и другой звук когда вода непринужденно катится с вершины по расселенным и слегка ударяясь о встречающиеся камешки тихо журчит и такую разливает радость по нашим членам что скоро и сон от которого невольно опускаются члены не сходит на глаза наши вы с удовольствием слушаете мой рассказ и может быть даже пленились местностью всей а ведь душа великодушного человека еще несравненно приятнее чем эта пустынная местность и я не с тем коснулся этого подобия чтобы описать вам лук или чтобы похвалиться красноречием но чтобы вы увидев из описания как велико наслаждение людей великодушных увидев что и обращение с человеком великодушным доставляет несравненно большее удовольствие и пользы чем жизнь в подобных местах стараясь подражать таким людям в самом деле если от такой души не выходит и дыхание бурное но одно кроткое приветливое слово истина подобное тихому веянию легкого ветра одни убеждения в которых нет ничего грубого а напротив слышится нечто похожее на пение птиц то не правда ли что это лучше веяние слова не на тело падает а оживляет душу не так ли врач какое бы он не прилагал старание освободить больного от горячки как человек великодушный дуновением слов своих охлаждает человека раздражительного пламенеющего гнева но что говорю я о враче и раскаленное железо опущенное в воду так скоро не потеряет своей теплоты как человек вспыльчивый если встретиться с душой терпеливой но как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных и так кротость приятнее чем гнев и ярость но не это только имей ввиду но и то что одно заповедано дьяволом а другое богом видите я не напрасно сказал что если бы то не был дьявол и бог самые заповеди были бы уже достаточны для того чтобы отвлечь нас от дьявола человек кроткий и сам себе приятен и другим полезен а гневливый и сам себе неприятен и другим вреден действительно ничего нет хуже человека гневливого ничего не тягостнее ничего несноснее ничего постыднее равно как и наоборот нет ничего приятнее человека который не умеет гневаться лучше жить со зверем чем с гневливым человеком зверя только раз укротишь и он навсегда остается таким каким его приручили быть а этого сколько не укращая он опять ожесточается потому что только на один раз смириться как отличен ясный и светлый день от времени ненастного и крайне печального так и душа человека гневающегося от души человека кроткого но мы теперь еще не будем рассматривать тот вред для других который происходит от людей раздражительных а посмотрим на вред какой они причиняют сами себе конечно и то уже немаловажный вред если мы сделаем какое-либо зло другому но на это мы пока не будем обращать внимание какой палач может истерзать до такой степени бока какие раскаленные рожны могут так исколоть тело какое сумасшествие может настолько лишить нас здравого смысла сколько лишают гнев и ярость я знаю многих которые сделались больными от гнева ожесточайшие горячки по большей части бывают от гнева а если эти страсти так вредны для тела то подумай как вредны для души не рассчитывая на то что ты этого не видишь но подумай что если то что принимает зло тело терпит такой вред какой же вред получит то что его рождает то есть душа многие гневы от гнева потеряли зрение многие впали в самую тяжкую болезнь напротив человек великодушный легко переносит все но несмотря на то что дьявол дает нам такие тягостные повеления и в награду за то предлагает гиенну несмотря на то что он дьявол и враг нашего спасения все же мы больше слушаем его чем Христа хотя Христос наш спаситель и благодетель и предлагает нам такие заповеди которые приятнее и полезнее и благотворнее которые приносят величайшую пользу и нам и тем кто с нами живет нет ничего хуже гнева возлюбленные нет ничего хуже неуместной раздражительности гнев не терпит отлагательства это бурная страсть часто случается что в гневе иной скажет такое слово для искупления вреда от которого нужна целая жизнь или делать такое дело которое не спровергает всю его жизнь ведь то и ужасно что в короткое время через один поступок через одно даже слово гнев часто лишает нас вечных благ и делает непрестанными бессмысленных трудов в трудах посему умоляю вас употребляйте все меры к тому чтобы обуздать этого зверя это я сказал о кротости и гневе но если кто станет рассуждать и о других пороках и добродетелях например о любостяжании о презрении богатства о распутстве целомудрии о зависти добродушии и сравнивает их одно с другим то узнает что и здесь есть различия видели ли вы как я из одних заповед открывается что один заповедующий бог а другой дьявол будем же повиноваться богу и не станем вергать себя в бездну огненную но пока есть еще время постараемся омыть все что оскверняет душу чтобы сподобиться вечных благ по благодати человека любви господа нашего иисуса креста с которым отцу вместе со святым духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков аминь шестая беседа на деяниях святых апостолов святителя златоуста доходя и аминь